Обычно наши выпуски носят характер устрашающей информации, пугалок и прочих негативных аспектов. Ну, в общем, как-то немножко мне самого даже это стало напрягать. Я стал вставать и решил в этот раз начать с веселого и позитивного. На прошедшей неделе Уфу накрыла радостная новость. К нам едет Джефф Монсон. Если кто не знает, это беглый из Америки боксер кулаками и различными другими конечностями, которые сразу после Крымской весны, подражая одному из французских актеров, громогласно сменил гражданство с американского на российское и теперь гастролирует по всем городам и весям, рассказывая о том, как прекрасно живется в России и как ужасно живется в Америке. Но это было бы полбеды. Но оказывается, Джефф Монсон еще и штатный пропагандист ради Хабирова. Дело в том, что он прилепился к этой команде, к этой компании еще в Красногорске. Очень неплохо там себя чувствовал, жил. Даже стал депутатом Красногорского городского совета от «Единой России». Вот этот вот укулачный боец и бывший американец. Теперь он едет в Уфу. Со своей новой молодой российской женой Джефф Монсон зачем-то решил переехать в Уфу. Я не знаю, какова будет судьба его красногорского депутатства, но мы же здесь в Башкирии уже привыкли к тому, что команда Хабирова – это некая гастролирующая труппа. Целая группа красногорских депутатов теперь работает в Башкирии. Кстати говоря, госпожа Прочаковская бросила своих избирателей в Красногорске. господин Мурзагулов, Киреев и некоторые другие члены команды Хабирова – это все бывшие депутаты Красногорского горсовета, и, видимо, там до сих пор рыдают их избиратели. Еще одна радостная и веселая новость – это то, что и в этом новом году, несмотря на все перверсии ковидной ситуации, мы не останемся без пиксельных елок. На неделе прошла информация о том, что республика закупает новые пиксельные елки, в частности, одна из них за 19 миллионов рублей воздвигнется на Советской площади и будет радовать население, если населению разрешат вообще гулять в новогоднюю ночь, до и после Нового года, вот в эти каникулы. Невзирая на то, что в прошлом году случился вот этот скандал с закупкой пиксельных елок и на 155 миллионов администрация главы, значит, как-то не очень законно купила этих елок, в этом году мы их покупаем снова, эти пиксельные елки. Мне даже интересно, у того же поставщика, все того же надежного красногорского поставщика мы закупаем эти елки. В общем, конечно, если честно, то не смешно. Совершенно внезапно пришла зима в Башкортостан, никто, конечно, этого не ожидал. В первую очередь, конечно же, этого не ожидал Алан Викторович Морзаев, у которого в разгаре, в самом разгаре идут дорожные работы, и вот на этой неделе интернет наполнился фотографиями о том, как идут дорожные работы, как идут ремонты. Вот эта знаменитая укладка асфальта в снег, в грязь и в воду, она вполне себе происходит и продолжается в Республике Башкортостан. Помнится, Ради Хабиров как-то в прошлые сезоны шумело о том, что не дай бог вы будете класть асфальт в снег или в воду. И вот, пожалуйста, многочисленные фотографии свидетельствуют о том, что Алан Викторович не справляется со своими обязанностями, не успевает в срок, не могут они освоить эти бюджеты, и вот вынуждены при таких обстоятельствах укладывать асфальт. Нынешний глава Республики Башкортостан Ради Хабиров славится тем, что его заявления зачастую абсолютно однозначны, безапелляционны и категоричны. Заявлений этих достаточно много, можно уже начать в них путаться, однако, как говорят, интернет помнит все. И вот на прошедшей неделе возникла одна интересная ситуация с теми заявлениями, которые делал Хабиров. Чтобы не быть голословным, я приведу точные даты. 18 декабря 2018 года, буквально вскоре после того, как Хабиров приходит к власти, он делает заявление о том, что по его глубокому убеждению, главы районов не должны находиться на своих постах более двух сроков. Честно говоря, мы тогда не поняли, с какой стати Хабиров так заявил. Видимо, тогда была ситуация, когда у него очень много неугодных ему глав, сидели уже там три и более сроков. И вот Хабиров так выразился категорически. Уже на эту неделю, сейчас, 12 ноября 2020 года, мы узнаем, что за благословение и одобрение самого же Хабирова глава Ургазинского района становится главой, остается главой на третий срок. Вот где здесь логика, конечно, совершенно непонятно. Абсолютно очевидно, что Хабиров знает об этой ситуации, абсолютно очевидно, что он, ну, курирует и благословляет, там, согласовывает эти кандидатуры. Не сами же депутаты райсовета там утвердили кого-то. Это же козе понятно. Здесь вопрос. Либо у Хабирова кончились люди, а это тоже вполне себе вероятно, судя по тому, как он ведет сейчас свою кадровую политику, либо главы забили уже на слова Хабирова. Есть и третья версия. У слов Хабирова есть довольно-таки короткий срок годности. Его слова, как бы, имеют силу достаточно короткий период времени, и потом они теряют силу и перестают быть его словами. Я не знаю, каковы свойства его заявлений, но вот мы видим совершенно наглядно, что прошло два года, и Хабиров фактически отказывается от своих слов. В предыдущих выпусках я обещал осветить ситуацию с золотым запасом. Мы давно этого не делали. Наряду с этим меня очень много упрекают в том, что я как-то самостоятельно интерпретирую ситуацию, где-то что-то там, значит, за кого-то топлю и так далее. Вот в этот раз ситуация будет достаточно уникальная. Я буду говорить, в общем-то, почти не от себя. Я буду цитировать заявление председателя общественного движения вкладчики инвестиционной компании «Золотой запас» Сергея Гладышева. Мне удалось получить текст этого заявления до того, как оно будет опубликовано. На следующей неделе оно выйдет где-то в прессе. Я думаю, что желающие могут с ним ознакомиться, а я сейчас могу поговорить о тех тезисах, которые содержат это заявление, и не спрашивайте меня, как я его добыл. Прежде чем начать цитировать господина Гладышева, хочу напомнить, что в общем и целом вокруг истории с «Золотым запасом» существует примерно 4 тысячи вкладчиков. Общая сумма, конфликтная сумма, спорная сумма и сумма, которую пытаются и хотят получить вкладчики обратно, почти полтора миллиарда рублей. На данный момент она была несколько выше, теперь там часть уже выплатили. И вот это объединение вкладчиков «Золотого запаса», которое возглавляет господин Гладышев, насчитывает в своих рядах около 2 тысяч человек. То есть это примерно половина тех людей, которые вообще вовлечены во всю эту историю. Но это действительно существенная группа людей. Так вот, тезисы, которые содержатся в заявлении господина Гладышева, следующие. Общественное движение считает приоритетным цивилизованные формы взаимодействия и решения проблемы. Но это такой общий философский, конечно, вопрос. Далее господин Гладышев сообщает, что начата процедура банкротства вот этих юридических лиц, которые были задействованы в системе «Золотого запаса», и одновременно с этим обнаружены, найдены активы, которые они планируют превратить в деньги для возврата этих средств. Также господин Гладышев сообщает о том, что от имени этого объединения он обращался в МВД с просьбой не заводить уголовные дела, прежде чем не будут выплачены какие-то компенсации тех средств, которые были вложены в инвестиционную компанию. В частности, вкладчики опасаются, что оперативные и разыскные меры, которые обычно и, как правило, происходят в процессе расследования уголовного дела, и речь идет о выемке документов, либо изъятии техники и информации, вот эти действия могут воспрепятствовать их действиям по, например, переводу земель из статуса сельскохозяйственных, статус ИЖС. Это главный вопрос, который их беспокоит, потому что они уверены в том, что действия полиции во время расследования могут остановить процессы, которые они сейчас уже запустили. Ну окей. Далее господин Гладышев заявляет о том, что вообще члены его объединения, и он в том числе, не видят хищений в ситуации вокруг золотого запаса. Ну вот это заявление я, конечно, оставляю на их совести, и, собственно, это их дело. Их же деньги, да? То есть если они не считают, что их похитили, ну окей. Также у движения вкладчиков золотого запаса, которые возглавляют Гладышев, есть много вопросов к депутату госсобрания господину Чувилину. Причем в этот раз вкладчики ставят эти вопросы достаточно категорично, заявляя о том, что они не понимают активности господина Чувилина вокруг золотого запаса, наряду с тем, что на том собрании, когда Чувилин собирал собрание вкладчиков, ему абсолютно однозначно и прямолинейно заявили, что не нуждаются в его услугах. То есть они обсудили, послушали его и сказали, что нет, господин Чувилин, ваши услуги нам не нужны. И вот вкладчики теперь недоумевают, кто же финансирует этих аниматоров, вот этих всех вот Чувилиных и прочих, значит, товарищей с польскими фамилиями, которые, ну, все равно лезут в эту историю. Напомню, что вот буквально недавно господин Чувилин провел там круглый стол внутри госсобрания, решили создать, значит, какую-то рабочую группу по обсуждению решения проблем вкладчиков золотого запаса, но при этом не включили туда членов вот этих вот объединений вкладчиков. Вот это вот очень беспокоит, значит, людей, они не понимают роли господина Чувилина и прочих его соратников. Далее в своем заявлении господин Гладышев сообщает, уже более интересные и фактические вещи. Сообщает он о том, что в процессах, значит, поиска активов и изыскания средств для компенсации вкладчикам произошел существенный прогресс, и, как он заявляет, они подошли к финальной стадии решения проблемы, нашли имущество и механизмы его монетизации. Вот здесь, как бы, конечно, можно было бы и поподробнее, но, судя по всему, речь идет о том, что определились пути перевода земель, которыми владели вот эти, значит, юридические лица системы золотого запаса, перевода этих земель из сельскохозяйственного назначения в значение ИЖС, тем самым повышение, существенное повышение стоимости этих земель. Видимо, найден механизм обеспечения этих земельных участков инфраструктурой, но тут уже больше вопрос, конечно, к местным администрациям. Также господин Гладышев в своем заявлении отмечает, что он и вкладчики золотого запаса его объединения недоумевают по поводу возбуждения уголовного дела, которое случилось на прошлой неделе. Напомню, что было возбуждено уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц по золотому запасу, по факту незаконной банковской деятельности. То есть, вот именно по этой статье. Здесь господин Гладышев, как юрист, расшифровывает свое недоумение в том смысле, что закон Российской Федерации позволяет физическим и юридическим лицам получать займы и что-то с ними делать, займы на каких-то условиях. То есть, речи о незаконной банковской деятельности в этом аспекте никак идти не может. Ну и завершая свое заявление, господин Гладышев высказывает уверенность в том, что развитие и активное расследование уголовных дел на данном этапе решения проблемы золотого запаса, подчеркиваю, на данном этапе, по его мнению, существенно затянет, если вообще не блокирует разрешение этой проблемы и выплаты дольщикам, вкладчикам. Тут, конечно, нельзя не согласиться с Гладышевым, но я бы еще раз отметил момент, что речь идет именно о данном этапе решения проблемы. То есть, вообще, это разумно, на мой взгляд. Выплатить людям то, что им положено, а дальше расследуйте, что хотите, если у вас есть на то, как говорится, охота. От себя я все-таки добавлю еще такую информацию, что, на мой взгляд, МВД так никогда и не ослабляло своего интереса к золотому запасу, и вот это вот начало расследования уголовного дела и его возбуждение вовсе не было внезапным. Признаком того, что МВД всегда следило внимательно за ситуацией вокруг золотого запаса, наверное, может служить заявление начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции по республике Башкортостан Геннадия Масянина, которое произошло недавно, в котором он, в частности, упомянул достаточно такую интересную деталь, а именно то, что только 6 из 32 фирм-заимщиков системы золотого запаса еще не выплатили свои обязательства. То есть, речь идет о том, что МВД внимательно следит и понимает как бы расклад по этой ситуации, ну и 6 из 32-х это тоже, в общем-то, внушает некоторый оптимизм. Ну и тема ковида, собственно, куда нам от нее деваться, это главная история 2020 года, если не дальше. На прошедшей неделе в Башкирии случилось два случая, и оба скандальные. Первое, это, конечно же, обнаружение незаконно складированных ковидных отходов в черте поселка Максимовка, в каком-то ангаре, Коля Бажин совершенно случайно обнаруживает сложенные, сваленные мешки, из которых течет кровь и высыпаются всевозможные бутылочки, баночки, скляночки и шприцы. Все это оказалось отходами ковидных госпиталей. В частности, удалось выяснить, что туда сгружали отходы из клиники БГМУ господина Павлова. Те, кто их туда привез, эти кровавые мешки утверждают, что у них какой-то там контракт с Минздравом. Потом прошла информация, что контракт на вывоз вот этих отходов заключен там с существенным завышением цены. Вот эта ужасная картинка, которую показали по телевизору, когда вот эти опаснейшие отходы из ковидных госпиталей фактически складируются в черте населенных пунктов без каких-либо средств безопасности и так далее, и так далее. Вообще, на самом деле, это очень суровое преступление, которое должно быть расследовано и наказано по всей строгости закона. Здесь мы наблюдаем абсолютное пренебрежение безопасности людей, мы наблюдаем иллюстрацию того, как на самом деле устроены дела в нашем Минздраве, насколько бесконтрольны там не только траты денег, бог с ними, с деньгами, но и отношение к безопасности. Вот здесь вопросы не к этим вот бедолагам, которые в халатах вывозили это все там за какие-то копейки, которые в итоге им достались. Я нисколько не сомневаюсь, что схема заключения контрактов по этим действиям абсолютно коррупционна. Вопросы к Забелину, вопросы к Павлову, вот к этим людям, которые обязаны за все это ответить. А вторая история, связанная с ковидом в прошедшую неделю, это то, что Республика Башкортостан заняла первое место в Российской Федерации по критерию игнорирования избыточно умерших в статистике смертности от COVID-19. Давайте разберемся в терминах, что такое избыточно умершее и что такое избыточная смертность. Это чисто статистический термин, это соотношение смертности нынешнего года к смертности предыдущего года. Ну, обыкновенное сравнение показателя прошлого и настоящего годов. Дело в том, что показатель смертности в отсутствии каких-то пандемий либо катастрофических событий, я говорю там о землетрясениях, каких-то смерчих и прочих вещах, так вот этот показатель смертности практически всегда стабилен на одной и той же территории. То есть колебания в 1-2% это естественно, а вот существенно иные колебания это неестественно. И вот это называется избыточной смертностью. Когда появляются факторы избыточной смертности, это повод для беспокойства или выяснения причин. Так вот, в Башкортостане за 9 месяцев 2020 года избыточная смертность составила 100% к избыточной смертности предыдущего года. 4688 человек это превышение над цифрой прошлого года настолько стало смертей больше. При этом официальная статистика нам говорит всего лишь о 63 смертях, связанных с COVID-19. Повторюсь, Республика Башкортостан заняла первое место в Российской Федерации по игнорированию вот этого фактора, а я бы назвал вещи своими именами, по лживости медицинской статистики. Продолжу радовать наших зрителей, в этот раз буду хвастаться. На прошедшей неделе канал «Открытая политика» набрал круглую цифру просмотров, валовый счетчик показал 5 миллионов просмотров. Вообще, этот год у нас очень удачный, мы резко увеличили среднее количество просмотров в день. Эта цифра уже доходит до 10-11, а иногда 15 тысяч в сутки. Ну и соответственно, увеличилось количество просмотров. Мы очень благодарны тем, кто нас поддерживает и помогает нам, начиная от лайков и заканчивая пожертвованием каналу. Продолжайте в том же духе, а мы постараемся радовать вас правдивой и достоверной информацией. Не особенно значимым, но очень прикольным событием прошедшей недели было выступление вице-премьера Барданова на Эхе Москвы. Целиком и полностью это выступление было посвящено попытке реабилитировать себя и свою службу после Чикмагушевских событий. Вице-премьер Барданов подтягивая штаны очень смешно и тряся только что выросшим третьим подбородком изо всех сил доказывал слушателям Эхо Москвы то, что запрещенное судом общественная организация Башкорт вообще это абсолютно незначительное событие, малочисленное, ни на что не влияющее, существующее только в интернете и вот вообще там не о чем говорить. Бадранов так старался это все делать, что складывается впечатление и начинают появляться вопросы о том, а собственно какого черта вы всем скопом, всем белым домом и всем бюджетом на это все отпущенным боролись со столь незначительной угрозой. Почему все это стало таким вообще значимым, важным событием, все вот эти ваши смешные и забавные победы над этим запрещенным башкортом, если этот башкорт вообще ничего не значит. Вот Бадранов, он как человек недалекий, не понял, что нельзя вот так нажимать на эту тему, а он все бормотал и бормотал это одно и ту же мантру, что это никто не знает про башкорт, никто там не ведает, никто его не слушает, никто в нем не участвует. А простите, на что мы истратили вот эти десятки миллионов рублей, которые вы-то вместе с Мурзаголовым получили на борьбу с Башкортом? Вот у меня вопрос, да? Ну и в конце Бадранов договорился до того, что во всех бедах с развитием и пышным цветом расцветшим национализмом Башкирии виноват Рустем Хамитов. Бадранов напрямую обвинил Рустема Хамитова в том, что он потворствовал развитию вот этих националистических движений в республике Башкортостан. На прошедшей неделе подошла к своему концу история с господином Пономаревым. Для тех, кто забыл, я напомню. Год назад, в октябре 2019 года Федеральная служба безопасности задерживает известного решалу и посредника в медицинской сфере господина Пономарева, предъявляет ему обвинение первичное и дальше начинается следствие. Вся эта история, конечно же, покрыта мраком, как все связанное с Федеральной службой безопасности, но, естественно, слухи и разговоры шли и множились. Речь идет о том, что господин Пономарев известен в определенных кругах как человек, вхожий во многие высокие кабинеты Белого дома, способный решить какие-то проблемы с поставками контрактами и прочим и прочим. И в данном случае, когда его задержали с крупной суммой денег, которую он, по версии следствия, должен был передать одному из чиновников, здесь шла речь первоначально о взятке. Однако, дальше все странным образом изменилось и в конечном итоге, вот на прошлой неделе мы узнаем о том, что господин Пономарев обвиняется по статье 159 части 4 мошенничества в особо крупных размерах, получает он небывалые для подобной статьи по жесткости приговор в виде трех лет реального срока и 300 тысяч штрафа. Обычно по этой статье реальный срок не дают, особенно первый раз, да, господин Пономарев получает почти максимальное наказание, и вот неплохо бы разобраться за что. Тут уже мы уходим в некое иносказание и начинаем создавать некую предположительную картину, и выглядит она следующим образом. господин Пономарев на самом деле нес эти деньги вовсе не как, вернее, не пытался их похитить как мошенник, а нес их как посредник некому высокому чиновнику в виде взятки. Ну, для ясности назовем этого чиновника, например, Олег. И вот он должен был донести этому Олегу вот эти 25 миллионов, ну, видимо, и сам там был немножко в доле, но в этот момент его перехватывает Федеральная служба безопасности, которая разрабатывала Пономарева до этого долгое время, и ставит его перед выбором. Либо он там обвешенный жучками идет и передает Олегу вот эти деньги, Олег их берет, их, значит, всех забирают, и тут уже пойдет речь о взятке. Но Пономарев в свою очередь как бы может рассчитывать на снисхождение следствия как сотрудничащие со следствием, либо, значит, нет. Пономарев притворно соглашается, при этом умудряется предупредить вот этого вот эмпирического Олега о том, что идут вот эти следственные действия. Эмпирический Олег прекращает все контакты с Пономаревым, значит, операция проваливается, ФСБ оказывается у разбитого корыта вот с этим Пономаревым обвешенным камерами и микрофонами, в итоге, значит, ну, в отчаянии ФСБ добивается того, что Пономарев получает от суда максимально возможный срок наказания, три года реального срока и так далее, и так далее. Надо отметить, что у этого эмпирического чиновника Олега, который теоретически должен был получать вот эту взятку, есть еще более высокопоставленный покровитель, с которым он эту взятку по предположению следователей должен был поделить. Ну, будучи политкорректными и живя в многонациональной республике, назовем этого эмпирического покровителя, например, Ренат. Так вот, Ренат Олег и Пономарев, вот вся картинка. Пономарев не сдает своих, получают максимальный срок, уезжают в колонию, а чиновники Олег и Ренат с облегчением выдыхают. Здесь, конечно, очень бледно смотрится ФСБ республиканское, которое проявило, на мой взгляд, вопиющий непрофессионализм, упустив вот этого Пономарева и позволив ему упредить своих подельников в этом деле. Вообще, ФСБ, конечно, в последнее время как-то меня немножко разочаровывает, особенно вот история с Авлязовым, помните, да, вот перед прошлым Новым годом, в конце 18-го, вернее, в конце 19-го, в начале 20-го годов, был задержан этот чиновник правительства, который тоже вышел сухим из воды. Так вот, с ним связана еще одна комическая история. В процессе, когда его уже ввели вот с этими деньгами, он должен был доехать до двора, где его, в общем-то, и арестовали, а потом, пока они его ввели, ФСБшники его просто тупо потеряли. И вот у них был реальный шанс потом уже не обнаружить его с деньгами. Но им повезло, он как бы вот был такой расслабленный, и то этого Авлязова не смогли осудить по реальной статье о взятке. В общем, конечно, с нашим ФСБ в Башкирии что-то не то, как-то не очень у них получается, и вот с Пономаревым тоже не очень получилось. Продолжение следует...